Доброе утро всем! Доброе-доброе утро! Давай, хорошо садись! Садись, держись хорошо! Вот, молодец! Ну, в общем, мы идем на нашу утреннюю прогулку. Всем-всем доброго-доброго солнечного, теплого утра, где бы вы, друзья мои, не было! Я сейчас иду и, знаете, вспоминаю такую историю из детства. В общем, жили мы в Одессе, и меня мой папа водил в садик или забирал в садик, и я всегда ехал вот на его шее. То же самое я делал со своим сыном. С садикой, с садик, пока... Ну, в общем, точно так же его возил на шею. И я отлично помню, папа мне в детстве там пел такие песни. Сейчас я вам спою. Кися, слушай, мой папа пел. Слушаешь? Да. Все могут короли, все могут короли, И судьбы всей земли решают... Короче, Алла Борисовна, прости, что-то я запамятовал. Сегодня мне хочется спеть немножко другую песню. Какую? Держи меня, Соломинка, держи меня. Держи, когда вокруг шторма 12 баллов. Держи меня, Соломинка, держи меня. Держи, когда друзей по свету разбросала. А вот и наши друзья. Давайте. Где они, наши друзья? Корола, привет! Привет, корола! Не бойся. Вот. Короче, у меня сегодня съезжают крыша. Кися, мы уже пришли. Вот. Ну и про творчество сегодня я скажу. В утреннем таком спич, потом будут танцы. Обязательно подпишитесь на меня, пролайкайте. И заходите в мой Тикограл канал. И он только налаживается. Будет очень... Всего много интересного. И сегодня у нас что? Сегодня у нас иней на травке. Всем доброе утро. Счастливое утро. И еще одно в Грузии. И пару слов о творчестве. Знаете, почему украинская армия побеждает с наименьшими потерями? Ну да, скажем, что лучше боевая подготовка. Да, плюс ко всему они знают, за что они воюют. Плюс ко всему вооружение первоклассное, поддержка всего мира и творчество. Вы посмотрите, сколько новой современной музыки за время войны было написано. Мотивационной музыки. Очень яркой, красивой музыки, ребята. Поэтому творчество это то, что двигает мир. И как победить Россию, если она не творческая? Никак.